Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсиманией, и сказал ученькам, «Посидите здесь, а я пойду и помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Его охватили тоска и тревога. Тогда он сказал им, «Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился, «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть будет все не как я хочу, а как ты хочешь». Затем он возвратился к ученикам и нашел их спящими. «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной?» спросил он Петра. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». И во второй раз он ушел и молился, «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть все будет по Твоей воле». Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. И оставив их, Иисус отошел и стал молиться в третий раз теми же словами. Затем он возвратился к ученикам и сказал им, «Вы все спите и отдыхаете. Вот время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем». Вот уже и мой предатель приблизился. Он еще говорил, как подошел Иуда, один из двенадцати учеников, и с ним большая толпа, вооруженная мечами и кольями. Их послали первосвященники и старейшины народа. Предатель так условился с ними. «Хватайте того, кого я поцелую». Иуда сразу же подошел к Иисусу и сказал, «Здравствуй, Рабби!» и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, делай то, для чего пришел». Тут подошли люди и, схватив Иисуса, взяли его под стражу. Тогда один из тех, кто был с Иисусом, вытащил меч, ударил слугу первосвященника и отсек ему ухо. «Верни свой меч на место», – сказал ему Иисус. «Все, кто берется за меч, от меча и погибнут. Неужели ты думаешь, что я не мог бы попросить у моего отца немедленно прислать мне более двенадцати легионов ангелов? Но как же тогда исполнится Писание, что все это должно произойти?» Затем Иисус обратился к толпе. «Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями, чтобы арестовать меня? Каждый день я сидел и учил в храме, и вы не арестовали меня. Но все произошло именно так, чтобы исполнились Писания пророков. Тогда все ученики оставили его и убежали. Арестовавшие Иисуса привели его к первосвященнику Каяфе, у которого уже собрались учители закона и старейшие. Петр, держась подаль, следовал за Иисусом и прошел прямо во двор первосвященника. Войдя внутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем все кончится. Первосвященники и весь Высший Совет искали ложных показаний против Иисуса, чтобы приговорить его к смерти. Но они ничего не могли найти, хотя и пришло много лжесвидетелей. Наконец вышли два человека и заявили. «Этот человек говорил, я могу разрушить Божий храм и восстановить его за три дня». Потом первосвященник встал и спросил Иисуса. «Тебе нечего ответить на эти свидетельства против тебя?» Иисус молчал. Первосвященник сказал Ему, «Я заклинаю тебя живым Богом, скажи нам, ты Христос, Сын Божий?» «Ты сам так сказал», — ответил Иисус. «Но говорю вам, что отныне вы увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку от Всемогущего и идущим на облаках небесных». Тогда первосвященник разорвал на себе одежды и сказал, «Он кощунствует! Какие нам еще нужны свидетели? Вы теперь сами слышали кощунство. Каково ваше решение?» Они ответили, «Он виновен и заслуживает смерти!» Тогда Иисусу стали плевать в лицо и бить его кулаками. Некоторые же били его по щекам и спрашивали, «Пророчествуй нам, Христос, кто тебя ударил!» Петр же сидел снаружи во дворе, когда к нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином?» — сказала она. Но Петр отрицал перед всеми. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом. «Этот человек был с Иисусом Назарянином». Петр снова все отрицал, поклявшись, что он не знает этого человека. Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему, «Точно, ты тоже один из них? Тебя и говор твой выдает?» Тогда Петр начал клясться и божиться. «Я не знаю этого человека!» И тотчас пропел петух. И тогда Петр вспомнил слова Иисуса. «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И выйдя наружу, он горько заплакал.